Роман, приветствую, поздравляю, крутая победа. В твоей карьере, наверное, первая настолько большая лига. Были ли особые какие-то ощущения, особые переживания перед дебютом в лиге ACA? Я бы сказал, волнение всегда присутствует. Но в этот раз адреналина было меньше, чем обычно. Даже мне это не нравится, хотелось бы больше. Ну, получилось все довольно-таки спокойно. Усетки поджал, даже не торопились. Получилось успешно, слава богу. По ходу поединка испытал какие-то дискомфортные моменты, ситуации? Чувствовал себя, может быть, где-то в опасности? Нет, в принципе, первым номером работал. И наносил удары, и переводил, и жал клетки. Работа была за мной. Роман, ты новый человек в лиге ACA. Первый поединок прошел в тяжелом весе, но не самый большой тяжелый вес, скажем так, из всех присутствующих в лиге ACA. Не было ли у тебя мысли спуститься в полутяжелый вес или останешься в тяжелом? Я точно буду в полутяжелом выступать. В перспективе. Следующий бой или со временем? Я думаю, еще пару боев в тяжах. Может быть, бой и в полутяжах. Мы уже готовимся над этим. Роман, сейчас лига ACA запустила гран-при во всех весах. Ты новый боец, тем не менее, с нулевым рекордом, с удачным досрочным дебютом. Есть ли у тебя желание принять участие в гран-при? И если да, то какая весовая категория? Желание, конечно же, есть. Полутяжи можно обсуждать. Из объявленных ребят есть тот, с кем хотел бы разделить клетку? Нет, разницы нет. Да и, честно сказать, особо не знаю полутяжей в ACA, за исключением чемпиона. Не помню, как зовут парня? Муслим Магомедов. Да, Муслим Магомедов. Его наблюдал. Очень крепкий, хороший парень. Вот только его могу отметить. Поединок прошел достаточно быстро, без травм, когда планируешь свое возвращение. Да, чем раньше, тем лучше. Потому что все удалось быстро сделать, без травм. Даже вспотеть не успел. Крутой бой, я тебя поздравляю с победой.